Начал. Есть что сказать? Ну, вопросы будут, будут и ответы. Будут вопросы, будут ответы. Ну, то есть, мы знаем, ответим. Как его сделал? Хорошо. Пойдет. А что хорошего? Ну, то, что... Кормит. Да, спать есть где кормят, поют. Есть телевизор. Бьют? Не, не бьют. Отношение хорошо. Хорошо и обожают. Хорошо. А что не бьют? Да. Не знаю. Представьтесь, пожалуйста. Прошу говорить громче, потому что я без микрофона все равно буду громче. Представьтесь вы, пожалуйста. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию? Да. Вы понимаете, что будет? Република. Да, в интернете. В американском интернете вас увидят. Вы в соцсетях есть где-то? В фейсбуке, инстаграме, твиттере? В одноклассниках. Старый, я не помню. Да, так же бьют, в одноклассниках. Американскими вот этими тиктоками не пользуетесь? Нет, нет. Китайскими? Нет, нет. По всей республике. По всей республике. А вы? Я работал в ЧОПе, в охране-магазине. В Москве. В ЧОПе. А, в Москве? В Москве, да. Продуктовый магазин был. Лента, Билла. Много храма? Да. До этого вы служили? Нет. Вообще ни разу? Нет. После военных действий срочников не брали. Я работал в неведомственном охране. В 2010-е, до начала 12-е. 12-го уволился и ехал в Москву. И в Москве все время? Да, приезжал, уезжал, в пахтовую работу. Сколько зарплата в Москве? Ну, изначально, когда я устроился на охрану в ЧОП, у меня было 43. 43. А потом, вот, последний? Ну, постепенно, постепенно я получил. 65-70. Вы будучи строителем сколько? Ну, сделанная была на зарплату. Ну, в среднем. Ну, среднем 50-60. Это там в республике? Да. Понятно. Как вас мобилизовали? Давайте по порядку. Потому что, я скажу честно, у нас получается такое впервые, когда вы сказали, что после войны 2-й чеченской срочников не набирают? Ну, не набирали, когда мне было 18 лет, там еще такие военные действия шли. Поэтому, когда было мне 18 лет, срочников не набирали. Ну, вы в итоге никогда не служили? Не служили, да. Тем более, будет интересно, потому что вы, по сути, такие же мобилизованные какие в российской армии, да? Да. Ну, так как-то рабочие места появились, там, контрактником работать. А сколько контрактники его зарабатывают? Ну, не знаем точно. Мы получали, я получал 38. Когда пошли служить? Ну, да, уже. Давайте, чтобы у нас была какая-то логическая цепочка. Вас как мобилизовали? Ну, рабочие места появились. Вас мобилизовали или просто позвали, или как это было? Ну, как на работу устроились контрактники? Да, да. Получается, да, контрактники. Как контрактники? Как вам сказали, что надо идти работать? Вы же работали строителем, почему? Тем более получали 50, а стали получать 38. В чем логика более высокооплачиванной работы? Ну, когда мы вышли на работу, ну, когда мы выходили, там, на работу, да, нам 65 сказали, будет зарплату. Ага. Ну, может, там, три месяца идет как испытательный, или срок, может, и за это мы получали 38-35. Угу. Давайте все-таки по порядку. Как вы пришли к тому, что нужно идти работать в армию по контракту? Ну, это рабочие места появились. Ну, вы строитель, работали на себя? Да, да, да. Издельная работа. Неожиданно вы пошли в военкомат или как? Как вы про это узнали? Ну, там, по республике шли разговоры, что рабочие места есть, там, может любой желающий пойти устроиться контрактником на работу. Какие условия обещали? Ну, хорошие зарплаты обещали. Говорили, что делать надо будет? Ну, что, что на войну сразу идти не говорили. А когда вы, ну, вы куда, в военкомат пошли? Да. Что в военкомат, это грозно? Да, да. Что в военкомате вам говорили? Ну, ничего не говорили, просто ВВК проходило и на работу устраивалось, как обычные контрактники. А было ВВК? Здоровье, смотрите, проверяли? Да, проверяли. Или для галочки? Нет, проверяли здоровье. Полностью анализ давали. Это когда было, какое число? Это август, что ли, был. Или конец июля, или начало августа. Вы вместе или вы по-разному? Вместе. И в одном полку, в одной роте получается. А призывались по-разному, из разных мест? Не оснатируйтесь на Ура. Приказ вышел на 2 сентября. Да, приказано все одинаково. Мы месяц на полигон и 15 октября сюда приехали. 2 сентября вас призвали, ну, вы подписали контракты. Да, да. Вас отправили куда? На территорию Украины. Контракт вы подписали в Ахмат-Север? Да. И вы тоже. Это так и было написано. Да, да, да. На какой полигон вы поехали? В республике? Да. Ну, в Шалинске и Калиновске. Чему вас там учили? Ну, потому что солдат должен уметь, вот тому всему учили. А что должен уметь солдат? Вы уже, я думаю, знали, что поедете на войну? В то время не знали еще. Когда мы полигоне были, мы не знали, куда. Сколько вы расстреляли на полигоне? Каждый день. Каждый день? Да, там патронов много было. Плюс-минус там по 20 дней были на полигоне. По магазину или побольше? Ну, там магазин там 15, по 20 патронов в день. Ну, я вам скажу, что вы настреляли больше всех. Потому что другие представители армии вообще не стреляли. Ну, там половина, может, магазин максимум. Ну, в начале учили автомат разбирать, собирать. Ну, понятно. Да. А потом уже стрелять сначала холостыми, потом уже боевыми учили. Угу. Холостыми? Ну да, там холостые. Куда мы приехали? В Украину? В какую область? В Донецкую. В Донецкую. И дальше что? Сколько у вас человек приехало? Ну, точно числа не знаю. Ну, 200-300 человек, наверное, было. И все с сахмата? Да, да. С нашего батальона. Там были профессиональные военные? Ну, вот это с полиции, которые перевод сделали. Вот они были тоже и добровольцы, которые сами на работу устроились, они тоже были. Но я так понимаю, из того, что я слышу, вы недобровольно пошли? Ну, почему? Сами пошли. Ну, то, что сами пошли. Ну, я так понимаю, были созданы условия, по которым вы не могли отказаться. Ну, а там уже был приказ. Вы что-то говорили, что не хотите? Ну, был приказ, и мы приехали. Там. Кадырова видели там? Где в грозах? Да. Да, видели. Что он рассказывал? Ну, еще особо так не рассказывал. Да. Общее построение было. Да, ну, общее построение было. А вспомнить реально что он рассказывал? Очень реально интересно. Честно, не могу вспомнить. Ну, приблизительно хоть что-нибудь. Ну, это с передубытием, по-любому было, да? Да, да. Передубытием приезжал он, да. У меня прикол, я знаю, что он вам рассказывает. Я смотря в это видео. Ну, я не могу вспомнить, что он говорил. не надо словно просто вам доносить что вы будете делать зачем вы едете защищать принципе честно не знаю не могу вспомнить что он говорил у вас такая же проблема для нет это будет смешно это будет вылить детский сад да нету никакого детского сада то что он говорил я говорю тебе что не могу вспомнить не может людей много было шумно было когда он говорил приехали в украину что происходит там на заводе мы просидели сколько вы просидели на заводе больше месяца до 15 ноября но в октябре в октябре 18 приехали больше месяца там на заводе просидели с донецкой области был завод точно не знаю оттуда и на позиции ходили окопы были блиндажи были задача было обороняться штурмовать не было задач на обороняться границ наших не видели влачу видели когда нас взяли до этого не видели на позициях поскольку вы часов были под ней три дня три дня три дня на позициях три дня на заводе до три дня в тылу три дня на позиции обстрелы были на вода минометные были методом гибель 300 много было тоже но с помощью каждом роте в каждой вот это я не знаю сколько было но в тот день когда мы поехали пошли на позицию начался бой там с гранатах закидали вот этот дрон и нас 10 было из десятерых сразу пятеро раненые были их тыл отправили нас пятеро там остались и по нам и миномет бил без перерыв на и танк по миномет и птички кидали гранаты без перерыв на на нас вот так если не нас 5 пятерых тоже и ранены было и контузии были ждали подмогу пришла может не слышали может операции чет проблем может со связи проблем а далеко позиция от расположения 700 800 они это все слышали видели это же точно честно не знаю настояло какие то что ночью мы ночью туда ходили точные расстояния не знали не помню если вы сказали 700 метров на плюс-минус до 700 метров три часа отстреливались боеприпасы закончились и боеприпасы не было и нас 5 контуженные раненые были что мы говорили не сдаваться в плен или сдаваться не было такого разговора не было сдаваться не сдаваться просто была задача обороняться вот сколько смогли оборонялись по сути закончили обороняться потому что нечем и нечем было да и видимо с рации со звезд со связи проблема была помощь вызывали видимо они не услышали какие у вас рации простые вот 4 метро и я 4 метро 400 метров на 400 метров не трена в афирме маленьким там дешевый крат дешевая по моему километр был по моему ну не моторова не было серии не моторов так а вроде пожилого должно быть кинут были до мою помощь вызывали видимо они не услышали мы раз пятеро было и и контуженные раненые были сколько смогли оборонялись и боеприпас закончился видимо ребята не услышали со связью проблем может быть но факт помощи не было просто видно доставлено ну я не ожидал услышать что свои свои же бросили в виде но они не бросили 700 метров скорее всего это все все же понимают что когда танчик стреляет и видно что он стреляет но танк как мы туда пошли без остановки бил по по нашим позициям и танк и миномет бил без остановки хорошей справа стороны бил танка слева по выходу бросить то не бросили там видимо со своей же проблема была что такое вы себе решили что со связи хорошо по любом стрибаны должны кому нужна эта война честно не знаю мы не политики не политики не разбираемся мы с вами не узнаем это кому выгодно почему мы же маленькие люди и что мы точно не узнаем кому это выгодно кому нужно разобраться что происходит один вопрос если что он сделали чеченцам украинцы давайте ответим на это просто как и видеть чеченцам украинцы что сделали ничего плохого сделали набрать когда у нас война боялись получать помогали сделать помогали украинцы воевали на стороне чеченцам было тогда возникает обычно другой следующий вопрос если мы вам ничего плохого не сделали зачем мы пришли убивать нас приехал приехали сюда убивать ты и кого-то вышли на работу то что не знаешь нет понять нет подождите вы приехали в украину выдали оружие вы говорите это на работу вы были на позициях и стреляли в наших солдат вы можете дать гарантию того чтобы никого не убили там да почему ребята говорили там который а если вы убили там уже другое было бы но быстро стреляли мы отстреливались но мы не штурмовали с мы хотели с целью убивают мы штурмовали бы но мы не штурмовали отстреливались стреливая можно можно если тщательно целиться и стрелять то можно тогда я ну когда же вы симулировали оборону мы отстреливать чтобы не под не подходили к нам у нас задача нет была задача обороняться правильно вопрос почему обороняться на украинской земле в украине стоит чеченцам от украинцев которые то которые что делаю что он делают наши военные нет наши военные освобождают оккупированную землю вы ее оккупировали вы согласны со мной куда если нет давайте мы поговорим почему нет вы ж были на территории украины окок был вырод в украинской земле если донецкой области эту украину туда донецкой области он авторитетно заявляют что это украина значит украине защищая украинскую землю в окопе можно защищать можно только будучи под украинским флагом находясь под другим флагом в чужой стране вы являетесь оккупантами так история сказала давайте будем разбираться если вам интересно и никуда вы не спешите или спешите куда-то никуда мы будем спешить а я же не знаю может дела как это не знаю вышивать крестиком нет давайте попробуем разобраться кому это нужно интересно разобраться два варианта или интересно или неинтересно ответ тоже на это конечно интересно где правда будем разбираться я тоже не знаю уже сейчас придем шоу за вами правда нам до политики далеко маня все равно не поймем кому это интерес к вам уже до сперва чеченского я тоже не знаю слишком мало лет мне было ну вышел свою историю не учили ну там пытались отделиться от россии про свободную яичкерию свободную яичкерию правильно вы понимаете да там был такой бардак мой если честно почему бардак был парад выхода республик из совка советского союза республики выходили становились суверенными независимыми государствами чеченская республика сказала мы тоже хотим быть независимой на сказали будем 4 было и 4 2 года и 4 было потом опять федерального войска зашли опять война а кто во вторую чеченскую воевал кто с кем чем она глобально отличается от 1 чеченской сначала первой чеченской там подряд силы или защищая чем да а во вторую чеченскую по моим честно я не знаю кто там воевал была война но кто воевал с кем чё непонятно я к дырову было на чьей стороне не знаю во вторую чеченскую войну семья тире план кадырова воевали на стороне федеральных войск российской федерации и убивали и защищали чеченские населенные пункты рядом с солдатами армии российской федерации я понятно как-то или сложная конструкция смотрите было первое чеченское кто не победил ну . что дальше происходит почему началась вторая часть они знают зрение политики совсем дети в то время были мы не понимаем что создание я вообще тупо блогер есть история которую вы знаете в первой чеченской победили вы с ваших слов как получилось так что полутора миллиона я страна победила здоровенную машину ну вот поэтому там кому-то это выгодно было то война начали там с чиновниками надо обсуждать порядок на или не на можем оставили опять да мы можем на такие вопросы ответы бывает смотрите ваша страна в рашки поняли что победить свободолюбивых чеченцев не получится и не пошли классическим способом подкупом они подкупили план кадыров ну план семью кадыров не стали заливать деньгами и кадыров по сути возглавил внутри страны вот эти вот назовем я бы даже сказал предательские движения когда началась старая чеченская вместе с армией убивал чеченцев защищали населенные пункты села то временно это очень непонятно развода я рассказал это развитие вы это все знаете безусловно вы сейчас этого не будете потому что нужно будет возвращаться кто я всегда говорю то что я видел я знаю просто на чем в селе в районе много помогла бедным правильно а зачем он это делал не знаю но все всем всем неугодичным не кому-то нарушу под премьер-дом проводит и деньги которые он раздавал местным этим он подкупал людей берем обычную модель людям после войны под согласно разруха разрушена много убитых работы нет ничего не выжить надо правильно является семья кадырова которая начинает денег направо налево и естественно люди берут потому что они в этом нуждаются при этом по сути покупают покупается лояльность понимаете про что люди начинают смотрели на нашу слушать и до появился бог который нам помогает мы должны быть этот все все это это вышли это я не придумал и не вывод какой-то этой истории жили вы жили дальше жили вы жили дальше отстраивалась чечня ну вы же знаете да что рашка вам платят дань не знаю ну чечня это дотационный рио дотационный понимаете вы знаете слово значит он тратит больше чем может заработать нет это значит хорошо подробно что производит чечня нет ну бьет сколько производится ну я вам рассказываю что и недостаточно для того чтобы содержать всю страну платить пенсии социальные обеспечить все выплаты республику на республику вы не производите ничего что может покрыть все ваши расходы все джипы машины армии кадырова все дворцы красивые которые образован построен после войны рашка вам платит деньги очень большие когда которую тогда купили и продолжают сейчас знаете такого улюев по моему фамилии министр финансов министра финансов российской федерации я сейчас не собрать скажу точно как то так улюкает улюкает его посадили посадили его после того как когда планировался в 2016 году бюджет чечни он его обрезал это было в октябре месяц а в ноябре его посадили за большую взятку еще тогда кадыров возмущался что это неправильно когда ограничивают доходы это о чем говорит говорит о том что деньги должны идти в том же объемом в котором были потому что на широкую руку привыкли все жить не зарабатывая достаточно а дворцы пароходы и каену мазурати надо покупать могут охрану цвету содержать да это ничего не видел у них поэтому не могу ничего поэтому я понимаю что это очень будут от него бросать реплики почему кадырова имеет слуха власти и почему ваш регион отличается от других что четвертая нация по моему россии по величине сколько чеченцы миллион 800 что ли но я же другие нации которые больше я же поэтому говорю четвертая нация и что поэтому они могут делать что хотят не подчиняться федеральным законам помните скандал когда была реализация какого-то дело в чеченской республике то подбирал сказал если без права разрешения федеральная федеральная там служба безопасности или федеральная полиция приезжает в чечню силовикам он разрешил стрелять на поражение но это когда там откуда-то приехали местного пацана убили тогда по моему было когда приехали арестовывать они не арестовали они расстреляли этого пацана при этом все равно никому ничего не было потому что бедыров сказал здесь я закона я решаю чтобы вопросы я не знаю на видимо он тогда сказал что никто не может приезжать туда и стрелять и вести себя как хочет вы здесь потому что кадровые военные мобики потерпели неудачу у нас и кадырову выставили счет давай своих солдат когда закончились тиктокеры вы понимаете о коме стали набирать вас и это реально прикольно когда не военный по сути я знаю что они не сами пошли я знаю условия по которым их заставили пойти заставили записаться и они пошли потому что у них нет выбора потому что там приходят семьи и говорят или идет он или пойдешь ты так не знаю как они пошли как что там было очень лично вы не могу про них отвечать можете по-честному стать почему лично даже говорю рабочие места были это прикольно но есть правда правда есть это есть правда рабочие места были и вы они думали что на войну сразу попадем за самую возможность выйти на работу не здесь просто я работал в вахтовой медь там два-три месяца не буду езжать переезжать вот так надоел и думал республики себя дом на работе вышли на работу я действительно работаю в чужбень тоже надоедает а до этого у вас до 22 до августа 22 года не возникало желание поработать на побыть военным понимаете абсурд ситуация то вы не военный вас отправили как мясо как русских русских отправляют как мясо вы знаете с вами находятся в камере люди которые которых поймали далее автомат и отправили да это время вы хотя бы месяц еще постреляли наполеоне но вы по сути точно такое же мясо какие не потому что вы не военные вы охранник а вы строитель вас взяли вручили вам автомат и отправили непонятно куда непонятно зачем какие цели это все вы не можете рассказать сейчас он не знает ну как это какие цели что происходит кому нужна эта война не знаю что вы делали но он был приказ мы приехали был приказ если вам прикажут ехать в америку воевать вы поедете просто дед почему нет а почему в америку вы не поедете ну сюда тоже наверное не знали что приедем сюда не приедем как быть ощущать себя обманутым скажите пожалуйста вас обманули дали нам не обманули тогда вы меня обманули 15 минут назад говорили что вы не знали что поедете на войну не знали но приехали так вас привезли ну значит обману правильно давайте же не буду на это отвечать история с лейтенантов версия 2 0 когда я не буду отвечать потому что если он сейчас признает то что меня обманули нет никто не обманул бы я же говорю был приказ вот по приказу мы приехали так приказ вас начали брали и говорили вы воевать не будете нам сказали рабочие места есть мы пошли устроились по контракту на работу да вот через месяц-два нас привезли сюда хорошая номер два вас обманули ну по-честному то есть если у нас вся беседа будет формате того что мы мы такие ну тогда я буду использовать другое слово рабы выберите себе какой вам приятней обманутый или раб которого просто кинули непонятно куда тоже не рад вы не рад что вы здесь для контракта военный человек был приказ мы приехали вы реально думаете что кто-то посмотрит поверит в вашу сказку то есть год война реально в августе месяце уже полгода война полноценно уже гробы едут у вас туда чечню и вы сейчас мне говорите о том что нас загнали в армию и мы не думали что поедем на войну вы реально думаете что кто-то в это поверит вы своими вот этими ответами я не хочу никого убеждать я говорю как есть значит глупый человек который поверили в то что вам сказали можно так сказать может глупые то что да пусть я в виде самого придумал обманутый раб или глупый зачем общий вопрос не касающийся чечни потому что я понимаю что вы не ответить они боятся это логично и понятно что с ними зачем рашка хочет захватить украину не знаю подумайте честно не знаю далеки от политики не знаю ну вот подумать просто как вот просто человек который умеет думать чтобы не соединился с европа может мысли за это может до согласен это правильный частично правильный ответ чтобы украина не ушла вектора я не понимаю это выбор ваш да что вы хотите европы это плохой выбор нет это как говорится это ваш выбор наше право хотите европу не хотите совершенно вернуть этой россии остаться мы с ней не были ну да ну сейчас это донецкий луганская скорее всего составе россии нет нет отдельные республики области которые оккупированы даже это мы не знаем насколько далеки мы от политики из-за чего это война не понимаем за что даже умирать вас это устраивает вопрос население украины сорок пять сорок пять сорок четыре по моему вы вновь отличают рашиков хотя вы понимаете число я прошу прощения еще какие то есть ну реально с вами хоть интереснее общаться потому что лейтенант вообще на все вопросы но это мое мнение это ваша важная политика далеко понятное дело что все политики знаете есть такая пословица если вы не интересует эту политика заинтересуются вами вот она и заинтересовалась зачем все эти смерти почему вы придаете свою историю вы чеченцы гордый народ вы легли под кадырова которого купили рашики потому что рашики не смогли полтора миллионную страну чечню победить они купили себе агента назовем это так залили и у меня он сделал себе армию устроил беспредел казни пытки вы же боитесь говорить сейчас только почему потому что вы знаете что у вас будет проблем была моя воля на всем белом свете эти смерти остановил бы не от нас же это зависит то есть дело что если они зависит она таких как ты миллион уже зависит ты маленький винтик какого-то механизма почему тогда в первую чеченскую они не смогли вас победить потому что вы были сплоченные как украина сейчас понимаем и вы будете умирать у нас на земле и не мы на вас напали и после этого конфликта вы будете очень долго выгребать точно также вы будете платить нам деньги ваши дети будут платить день вы знаете после нашей победы будут репарации ваши дети и вы будете платить за все разрушенное что произошло лейтенант рассказывал да что я показывал фотографии какие фотографии показывал здесь фотографии грозного и мариуполя найдите грозный найдите мариуполь пожалуйста это фотографии которые были остались лейтенант здесь три фотографии мариуполь найдите будет прикольно будем звонить грозный это грозный то есть точно не грозный да то грозный показывайте на камеру это точно не грозный это тоже грозный это тоже грозный какая-то улица может помнить не помню но то что по здания там большие высотки это нет нет У нас таких балконов нет вот этих. Да, это Мариуполь. А это? Тут здание не видно. Это Грозный. То, что фото старое. А это? Это храм. Храм православный. Не знаем где. Скорее всего Грозный. Это Грозный, правильно. Потому что здесь уже три фотографии. Это по-моему, если я не ошибаюсь, это... Ну я не знаю где это. Где на столе? Ну церковь я знаю где, но вот эта фотография не знаю где. Это может быть и Мариуполь, может быть и Грозный. Нет, это Грозный. Эти все фотографии были распечатаны с одной статьи. Вы пережили разрушение. Зачем вы принесли нам? Да. Приятно? Да. Нет. А приятно ли вам еще с учетом того, что украинцы воевали под вашим планом, когда вы боролись за свою независимость? Мне неприятно. 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 Вы предали нас? Ну может конкретно не мы солдаты, а может там... Есть понятие преступный приказ? Ну я и говорю, у нас был приказ приехать. А есть понятие преступный приказ? Я не знаю какой там приказ. Просто был приказ приехать, приехали. Что такое Ахмат Запад и Ахмат Восток? Батальоны. Батальоны. Знаете почему вы не в них? Да. Как вы думаете? Не знаю. Ну я думаю вы догадываетесь почему. Кто в тех Батальонов? Не знаю. Новобранцы наверное. Нет. Там профессиональная кадыровская тиктокерская движуха. Вы знакома даже нету среди них. Да. Потому что это закрытая тусовка. Вы классический представитель убийц, мародеров, оккупантов, если хотите. Ваши дети будут это знать. Будут знать о том, что у вас есть дети? Есть. Ну они посмотрят этот ролик. Сколько им лет? Маленький. Маленький. Мы сделаем так, что ролик останется на голову. А не посмотрим? Ну да увидим. Да. Зведи наши женицы. Зведи трубу? Не знаю. Да. Может дети возьмем. Сколько сейчас там время? Сейчас 18. Ну тоже там плюс-минус. Сейчас. Ну то есть. Сейчас разница. Это не будет публиковаться? Будет. Почему-нибудь. Ну то что я имею ввиду там лицо я имею ввиду. Вот мне хотелось бы. Я спрошу у нее разрешение. Налицо, чтобы она попадалась на этой. Напомните вашу фамилию. Как? Я ж не в этот телефон. В ватсапе нету. Да. Наберите номер еще раз. Да. А как это? От чего? Я не знаю. Может номер поменял. Да. А еще какие-то номера помните? Нет. Я просто не помню. Ну тут-то я вижу, что там получают сообщения. Мысли. Незнакомый номер отвечает. Может голосовой отправит. Давайте отправим вас. Я ж скинул вашу фотографию. Ну она не будет отвечать. Я ж для этого и скинул. Ну отправьте, скажите, что взял отрубку. У нас команда. Да. Перезвони на этот номер. Это я. А у меня есть мысль. Хотите озвучить? Я думаю, что из-за того, что там знают, что вы в плену, уже тем, кому надо, уже там поговорили и рассказали. Не брать трубку. Ни с кем не общаться. Может быть такое? Не знаю. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Что там на родине, не знаем. Прикольно вы живете. Два месяца уже тут без связи, без ничего. Как мы можем знать? На заводе вы где-то вылезли? Так, в Донецкой области были на заводе. Нет, там было где мыться? Я знаю правду. Да. Там воду привозили нам, чтобы такого в ванной вот такого не было. Ну душа не было, я знаю. Не было там. Самодель. Там с ветра готовил воду. Что Корана говорит про войну? Не убивать людей. Не убивать людей. Тем более на чужое. Чтобы дело не имеет права. И мы никто убивать людей. Что вы пошли против Аллаха? Не пошли. Не пошли? Если бы вы не пошли, то я бы вас не видел здесь. Это же не ваша война. Не украинцы к вам пришли в Чечне. Мы не пришли захватывать. У вас по сути в Чечне такая же ситуация, как и в Беларуси. Такая же ситуация, как и в Рашке в целом. Чечня это государство в государстве. Со своими законами, правилами и диктатором. Кадыром. Ну, если вы были честны, то вы бы это подтвердили. Ну, вы сейчас скажете. Меня контузило, я не знаю ответа на этот вопрос. И вы знаете прекрасно. То, что да, мы знаем. То, что вы знаете, мы знаем. Некоторые не знают. Мы можем ответить, да. Только не. Я же только, чтобы вы понимаете суть проблемы. Люди же все смотрят и видят это все. Смотрят, как вы отвечаете на ваши реакции. Ну, мы же тоже не все знаем, не все понимаем. Не во всем разбираемся на те вопросы, которые у нас есть. Я знаю, как мы и ответили вам. Я знаю, как вы попались сюда. Что вы сделали это недобровольный. Ну, я типа порядочный, потому что они будут рассказывать. Вы думаете, вы единственный, с кем вы разговаривали? Отвечает, да. Ну, она не ответит, потому что она запугана и боится. Давайте позвоним ей без WhatsApp. Сейчас будет прикол, если будет тоже заблокирована номер. Что-то я пропустил. Не верите в слух номера, потому что. Пошел. Пошел. Ну, этот звонок уже пришел на мобильный телефон. Агент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Вы понимаете, какой прикол, как у вас это работает? Вам не стыдно? Ваших жен запугали так, что они боятся взять труп? Да, она просто может не слышать, может. Ну, конечно, надо найти. Она не слышит и не видит. Ну, мы же видим галочку, прочитаем. Если бы в WhatsApp не было прочитанности, ну, все. Ну, да, это да. Просмотрено, доставлено. Просмотрено, две галочки. 17-30. Нет голосовой. А, голосовой тоже нет. Нет, пока висит. Я наполюбал, позвонит, перезвонит. А? Что? Что? Ничего не понял. Может, позвонит, перезвонит, говорит. Ну, может, да? Ну, перезвонит, то перезвонит, то свяжетесь. Так. Вот такая у нас получилась монолог Дмитрия. Очередные товарищи. Точнее, не товарищи из Чечни, которые не знают, что здесь сделали. Потому что приказ. Но случай уникален тем, что они не военные. Их вот так взяли и кинули. По сути, это даже не русские. Потому что там хотя бы процедура с повесткой соблюдена. Это аналогия ДНР и ЛНР. У них выбора нет. Там схема работает следующим образом. Там смотрят. Ага, есть. Здоровый. Поэтому приходят в семью и говорят, или он идет, или ты пойдешь. Естественно, у них там по семейным понятиям он берет и идет. По-другому это не работает. Ну, просто мы разговаривали, нам это рассказывали уже не один десяток раз. Ваша попытка, как я сказал, хорошая попытка, не сработает. По традиции у нас пленные обращаются к своему народу с пожеланием или просто что-то сказать. Если хотят. Если не хотят, значит не хотят. Нужно сюда идти? Не нужно сюда идти. Что брать с собой? На войну идти я бы никому не желаю. И война эта никому не нужна. Нам и не вам. Скорее бы закончилось вот это все. Мне больше не ничего сказать. Вы будете что-то? Мне ничего сказать. Чем это все закончится? Обменяют, обменяют. Вы и… Я говорю про глобальную. И про глобальную не знаем мы, чем это закончится. Надеемся на уж… Надеемся бы уехать себе на родину, домой, к своим родным. Чем поскорее, чем лучше. Чем закончится война? Мне ваша судьба лично меньше, чем… Учестно, мы не знаем, чем закончится, что тут будет. Не знаем. А вы? Первый чеченский. Скорее бы закончил свет. Оно закончится нашей победой. Потому что мы у себя дома, как и вы у себя были первые чеченские. Но только вы забыли, как ваши отцы и деды проливали кровь за вашу свободу. Да, у нас две чеченских войны были. Да. Погибали, умирали за свободу. Сейчас вы принесли такую же войну сюда. Спасибо. Спасибо. Нам это война не нужно. Это не значит война. И… Так лейтенант говорит, что Кадыриеву уже нужно. Ну, я знаю, только Кадыриеву там долго помогал. Сколько он помогал… Так он помогал, он покупал. Ты понимаешь? Он покупал к себе лояльность, к себе доверие, деньгами. Дома строили, бедные, больные… Правильно. Правильно. Совершенно верно. Просто это… То, что я видел, да? Своими глазами. То, что там… Не видел я. Я не могу… Вы… Рашики не смогли вас победить. Они купили вас. Через семью Кадыров. Кадыров же вначале воевал в первую чеченскую и убивал русских. Ну, это, как говорится… Нельзя пугать, можно купить. Что? Да, последовательность. Какая? Чеченца нельзя пугать. Можно покупать. Нельзя? Все розыжили, деньги. Можно покупать. Ну, можно, короче. Да как пословица какая? Я точно не знаю. Скажи ему на чеченском, чтобы он меня перевел. Если можно. Хаев, 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 хаев. Ну, чеченца невозможно напугать, можно купить. Ну, так да. Я же говорю, и вас русские купили. Я не знаю. Я не знаю, не знаю. Ну, по-другому. Мы не узнаем, где кого-то. Ну, валить или… Ну, мы не отрицаем, что мы виноваты, что приехали сюда. Как вы это можете отрицать, если вы в плену доходитесь? Не годите. Ну, я говорю, насчет этого, да, мы виноваты. Как вы это можете отрицать с нами? Ну, я говорю, нахуй и нахуй. Продолжение следует...